МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 12-го канала новости. В студии Елена Бакова. И вот о чём расскажем. Введённые послабления не отменят, но в больницах развернут дополнительные места для ковидных пациентов. Какие ещё решения сегодня принял оперштаб? Не допустить новых ЧП в регионе из-за жары может резко увеличиться количество пожаров. В районах объявлен особый режим. Большая помощь, для которой нужно всего лишь полчаса. Я хорошо понимаю, насколько это важно для людей. Кровь сегодня сдавали депутаты. Акцию приурочили ко дню донора. Выучили на все 100. Стали известны результаты первых ЕГЭ. Много ли уже в Омске 100 бальников? И в бесплатное жильё готовы селиться даже парами. Уткам понравились искусственные кнёсда-тоннели в областных заказниках. Усилить контроль за соблюдением масочного режима и развернуть дополнительный коечный фонд. Такое решение сегодня принял региональный оперштаб. Эбитобстановка в Омской области ухудшается. Суточный прирост заболевших ковидом достиг почти 20%. Новая волна коронавируса накрыла всю Россию. Работников вновь переводят на удалёнку. В ресторанах и кинотеатрах вводят ограничения. Ужесточат ли правила для омских развлекательных заведений? Подробности заседания оперштаба у Екатерины Булучевской. Не будем осложнять жизнь о мечам. Пожалуй, это заявление губернатора стало ключевым в ходе сегодняшнего заседания оперштаба. Несмотря на то, что санитарные врачи выдвинули множество требований об введении коронавирусных ограничений, власти решили пойти навстречу жителям региона. Как сказал Александр Бурков, пандемия и так нанесла серьёзный удар по Омской области в прошлом году. Поэтому вводить новые меры сейчас нецелесообразно. Таким образом, кинотеатры, торговые центры, игровые комнаты и фудкорты продолжат работу в прежнем режиме. В плюсе и бизнесмены, которые до сих пор покрывают многомиллионные убытки, и экономика региона. Напомню, в 2020-м для предпринимателей пришлось разрабатывать беспрецедентные меры поддержки. Льготные кредиты, субсидии. Всё это, естественно, отразилось и на региональном бюджете. Надо сказать, что сегодняшнее решение омских властей – одно из самых мягких в России. В других областях развлекательные заведения будут работать с ограничениями. Например, в столицах Москвы и Петербурге рестораны и клубы снова не смогут принимать клиентов после полуночи. А в Бурятии и вовсе закрыты практически все комплексы. Фитнес-центры, спа, салоны, бассейны и другие физкультурно-оздоровительные учреждения и даже спортплощадки на открытом воздухе. Кроме того, в регионах постепенно переводят сотрудников на удалёнку. В Омске пока работать могут все. Но, опять же, по словам губернатора, это не значит, что можно расслабиться и наплевательски относиться к правилам Роспотребнадзора. Мы сегодня на штабе ограничительные меры не стали вводить дополнительные. Мы надеемся на осознательность омичей, на осознательность руководителей предприятий, учреждений, которые будут соблюдать санитарные все нормы для того, чтобы защитить сегодня население от COVID-19. И второе, что необходимо, это активизировать вакцинацию для жителей нашего региона. Что касается выпускных, им быть. Правда, речь только об официальной части. Вручение аттестатов пройдёт в обычном режиме, а вот массовые гуляния на набережной в этом году всё-таки под запретом. Банкеты также проводить не рекомендовано. Без изменений в организации состоится и шёлковый путь. Санитарные врачи предлагали провести торжественный старт легендарного ралли без зрителей. Но власти с этим доводом не согласились. И ещё среди важных поручений губернатора увеличение коечного фонда для ковидных больных он будет расширен на 190 мест и ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. Как сказал Александр Бурков, всё зависит от нас самих. И если мы не хотим вернуться к ограничениям прошлого года, нужно быть сознательными и не забывать про средства индивидуальной защиты. Екатерина Булучевская, Сергей Никифоров, 12 канал. Между тем, омские транспортники поддерживают прививочную кампанию. Защиту от опасной инфекции получили уже 6300 сотрудников автотранспортных предприятий. Все они находятся в зоне риска, так как ежедневно контактируют с большим количеством людей. В региональном Минздраве отмечают, что вакцинация даёт возможность для стабильной работы транспортной системы и системы образования, здравоохранения и соцзащиты. Напомню, руководители предприятий могут оставить заявку. Тогда мобильная бригада медиков приедет с вакциной в компанию. Поставить прививку также можно в поликлиниках, крупных торговых центрах и кинотеатрах. Добавлю, что на сегодняшний день в регионе привито больше 240 тысяч человек. Из-за жары, накрывшей регион сразу в нескольких районах, есть риск увеличения лесных пожаров. Самый высокий – пятый класс горимости в Велифте в Ризе. Этот же уровень сохраняется в Усть-Ишиме и Русской поляне. Жарко сегодня и омичам, столбики термометров поднялись до плюс 30. Впрочем, синоптики обещают сильный ветер, проливные дожди и грозы. Портится погода, начнёт в ближайшие часы. Ожидаются кратковременные осадки, местами возможен град. Ветер усилится, порывы будут достигать 23 метров в секунду. По шкале Бофорта это штормовой показатель, при котором возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Телефоны аварийных служб сейчас на ваших экранах. Вообще же непогоду омичам рекомендуют переждать дома. В противном случае стоит быть осторожнее вблизи рекламных баннеров, щитов и деревьев. Пополнили банк крови депутаты от «Единой России». Сегодня поддержали акцию, посвященную Всемирному дню донора. Его отметили накануне, но в центрах всегда ждут тех, кто готов поделиться кровью и, возможно, спасти чью-то жизнь. Перед сдачей обязательное обследование у терапевта и анализ на гемоглобин. Этот этап позволяет отсеять потенциальных доноров, имеющих противопоказания. Для депутата Светланы Инверовой сдача крови – регулярная процедура. Впервые она стала донором, будучи студентом-медиком. Я хорошо понимаю, насколько это важно для людей, и поэтому я делаю это с удовольствием. Я понимаю, что и мой вклад в это дело будет, потому что кровь может спасти чью-то жизнь. Я веду здоровый образ жизни, я активно занимаюсь спортом, поэтому в своем здоровье я абсолютно уверена. И я понимаю, что сдача крови не причинит моему здоровью какого-то ущерба. Я буду чувствовать себя хорошо. Забор крови для лечения больных коронавирусной инфекцией в центре ведут с прошлого года. Люди с осложнениями часто нуждаются в переливании. Отмечу, что донором может стать любой совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний. Процедура занимает от 5 до 30 минут. После разделения на эритроциты и плазму компоненты отправляют в медицинские учреждения. Сейчас в банке больше 100 литров, пригодные для переливания крови. Крови достаточно, компоненты крови. Все, которые необходимы больным, они их получают для переливания. Бывает, вызываем доноров конкретно, если с редкой кровью какой-то пациент попадается. Приходят люди и по акции, как сейчас, и сами. Кто-то у нас регулярно сдает кровь. У нас еще есть выездная форма работы на предприятиях, организация города и области. То есть постоянно идет пополнение банка крови. Первые 100-бальники региона стали известны предварительные результаты ЕГЭ. По трем предметам 12 омских выпускников получили по 100 баллов. 8 человек идеально знают литературу, причем в прошлом году таких было только четверо. Один омич отличился знанием географии в 2020-м, поэтому предмету удалось набрать 96 баллов. А вот разбираться в формулах выпускники стали хуже. С химией на 100 баллов справились лишь трое. Предварительные итоги ЕГЭ сопоставимы с цифрами прошлого года, отмечают в региональном Минобразовании. Известно также, что максимум баллов в большинстве набрали выпускники городских школ. Отличились и два представителя области из Омского и Черлакского районов. Добавлю, что уже 21 июня школьники напишут ЕГЭ по биологии, а с 18 по 22 число по иностранному языку. Ну а завершит марафон экзаменов информатика 24 и 25 июня. Путешествие по России с кэшбэком омичи смогут отправиться и этой осенью. Продажа туров на особых условиях стартовала сегодня. Омичи могут купить путевки на период с 1 октября и до 24 декабря. Приятным бонусом станет возврат 20% от стоимости, но не больше 20 тысяч рублей. На выбор экскурсий в Москву, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу России, поездки на Алтай и к озеру Байкал, а также в курортные зоны Крыма и Краснодарского края. Напомню, оплатить тур нужно картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. В течение пяти дней на нее вернется кэшбэк. До 31 августа также можно вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь. Поездка должна завершиться до 15 сентября. А сейчас о главных новостях в мире спорта. Информацию подготовил мой коллега Алексей Адариев. Сегодня в подмосковном стрелковом клубе «Лисия Нара» стартует Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены России, в том числе и члены Олимпийской команды нашей страны, которые сейчас проходят подготовительный сбор перед играми в Токио. Омскую область на турнире будут представлять три спортсменки. Это заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина, а также Екатерина Чеканова и Елизавета Хроминок. Соревнования будут проходить до 22 июня. По сообщению популярных спортивных ресурсов, таких как Sports.ru, AllHockey.ru и ряда других, нападающий из системы Миннесоты Дмитрий Соколов возвращается в Россию. Он подпишет просмотровый контракт с клубом ВХЛ из Омска, который станет фармом авангарда. Напомню, именно воспитанником системы Еастребов и является 23-летний хоккеист. В минувшем сезоне, выступая за Айову в АХЛ, Соколов провел 14 матчей, в которых отличился тремя заброшенными шайбами. Он покинул Северную Америку по ходу сезона и последние месяцы тренировался в Омске. Впрочем, на официальном сайте ХК «Авангард» пока нет подтверждения этой информации. Алексей Дарьев, 12 канал. Социальное жилье для водоплавающих птиц, утки в заказниках региона охотно заселяются в искусственные гнезда. Специалисты по охране животного мира убедились в этом лично. Например, на водоемах в заказниках Степной и Лесостепной занято около 50% жилплощади, в других порядка 30%. Причем в некоторых случаях в одном гнезде выводят птенцов сразу по две птицы. Отмечу, что закрытые гнезда тоннеля безопасны, они возвышаются над водой, что помогает сохранить потомство от хищников. Как только появляются птенцы, утки уводят их в камыш, где они учатся самостоятельно добывать себе пищу. Отмечу, что подобные искусственные гнезда впервые установили в заказниках в прошлом году. В этом сооружать их помогали школьники. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Дачный сезон в самом разгаре и даже на участках ногам должно быть комфортно. В ДК имени Малунцево открылась ярмарка белорусской обуви на выбор сотни летних моделей. Обладательницы проблемных ног тоже могут подобрать себе вариант. Натуральные материалы и ортопедическая стелька помогут снизить нагрузку. Подробности далее. Летние модели на каблуке для культурной программы. Удобные и легкие на плоской подошве для активного отдыха и поезда к на дачу. Подобрать для себя обувь, что называется на любой вкус и цвет, помогут на ярмарке белорусской обуви. Она сделана из натуральной и прессованной кожи. Весь ассортимент проверен системой маркировки «Честный знак». Это гарантирует качество и подлинность. Такая точно прослужит не один сезон. Обувь вся представлена в основном на проблемную ногу. Это, например, высокий взъем, широкая кость. Также к вечеру у кого-то может отекать нога. Тоже очень хорошо подходит. Дополнительный комфорт придаст гибкая подошва и ортопедическая стелька. В такой, обещают поставщики, даже после целого дня на ногах. Об усталости можно будет и не думать. Спасибо вам, что я выбрала себе обувь. А то ходила-ходила, никак не могла. То узкий, то широкий. Босоножки на небольшом каблуке. Очень удобный. Берите, не пожалеете. Прямые поставки от производителей позволяют снизить стоимость белорусской обуви. Ярмарка работает ежедневно до 18 июня во Дворце культуры имени Молунцева на втором этаже. И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 17 июня, в городе солнечно. Ночью до плюс 18. В дневные часы воздух прогреется до плюс 30. В районах возможны дождь и гроза. Ночью на термометрах плюс 17. Днем 27 градусов жары. Ветер западный, 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. О развитии событий уже в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин